Трофим Татаренков Переводчик-германист Журналист Писатель Эксперт в области скрытого пропагандистского воздействия Вот информация Такая, казалось бы, простая штука А как-то в последнее время получается, что фейки, дип-фейки, подделки Как отделить зерна от плевел? Как на самом деле отделить нормальную информацию, которой можно доверять, от того, чему доверять не стоит? Хороший вопрос Смотри, я вот недавно, буквально на днях, читал лекцию для университета профсоюзов, который в Купчино у нас находится Как раз детям рассказывал, вот этот вопрос был очень актуален Я им объяснял, что ничего отделить невозможно уже давно Мы живем в состоянии измененной реальности И это наше нормальное состояние Ни одной новости, которая проходит, нет реальной Ни одной вообще Потому что, как только новость появляется где-то в информационном агентстве Она тут же попадает под воздействие различных средств массовой информации И типа средств массовой информации Соответственно, эта новость искажается И получается, как в том анекдоте Мама, он меня сукой назвал, помнишь, наверное Вот один в один ситуация Когда эта новость доходит до человека То в итоге из этой новости Ты ничего толком вынести не можешь Я не беру при этом, заметь, ситуации Когда информация умышленно искажается Когда берутся какие-нибудь там фигуры И на одну из них наносится лицо Байдена, например Да, дипфейк так называемый Наносить можно достаточно хорошо При некоторых раскладах Обыкновенный обыватель может даже и поверить И пройдет пять лет Ну, сам понимаешь Будет так, что ты будешь себя в порнофильме видеть Блин, где же я это снялся-то, вот это не помню Вот, и будешь сам уверен, что это ты А главное, где гонорар Да, главное, где гонорар И где удовольствие Еще что важно Вот, поэтому, конечно, измененная реальность Она накладывает на нас Определенные, на нас, я имею в виду, на людей Которые сидят в медиа Которые занимаются медиа Определенные ограничения И определенные правила То есть мы должны быть очень аккуратны К распространению информации И беречь свою репутацию Единственной меркой реальности и доверия Становится репутация того, кому ты пишешь То есть если я захожу в Рео Новости, например То я понимаю, что 99% информации Там будет верной Подчеркиваю 99%, потому что даже там Бывают ошибки Вот у нас была в эфире прямо ситуация На радио Спутник Мы сидели с Петром Лидовым В эфире И у нас трижды в эфире умирал Жириновский Трижды Соответственно А как? Мы официальное радио Государственное радио Да, мы сидим У меня, значит, умирает Жириновский Я вижу это дело в новостной ленте Ре Новости Я такой Опа Перепроверяю Смотрю Да, и правда умер Три источника есть Но Ре можно, в принципе, доверять Сразу Мы говорим Да, к сожалению, скончался Владимир Вольфович Проходит 10 минут Выходит Володин И говорит Вы что, а сатанели что ли? Вот лежит как живой В больнице Все в порядке Депутат ошибся А там, значит, мы смотрим И все источники ссылаются На слова одного депутата То есть, три источника ссылаются на один Мы это перепроверить не можем Простой человек Ну, можем, но это долго Простой человек вообще этого никогда не перепроверит Проходит несколько минут Мы говорим Ребят, живой Проходит еще некоторое время Мы опять Хоба, умер Опять умер И только на третий раз он умер Реально Когда уже подтвердил сам Володин И еще несколько людей Вот это вот и есть измененная реальность И тот один процент Даже в официальных новостях Когда ты можешь нарваться на ошибку Такое тоже бывает Строго Вот мой совет простой Строго закрыть себе доступ Ко всем подолякам Там, Ануфриенкам И прочим товарищам Просто закрыть к чертовой матери По одной простой причине Что это их личное мнение То есть, сено пропущено через коня А когда сено пропускают через коня Что получается? Мы понимаем Как бы они вам не нравились К их информации надо относиться Не просто настороженно А скептически Потому что это их персональное мнение Только новостные агентства нам остаются А как же быть? Ведь есть старый советский еще принцип Помнишь, есть обычай на Руси Ночью слушать Би-Би-Си Есть же старая советская закалка Помимо новостей официальных Искать какие-то неофициальные Другие источники Как с этой привычкой быть? Ведь народ ищет И вылезает на подоляка На кулебу Да, но я тебе объясню так Что вот есть такая привычка Подставлять свою задницу под чужие Надо нам это? Я думаю, не очень Но кому-то может и нравиться Поэтому тот идет вот туда И пожалуйста, заходите А мы нет Мы люди же умные Нам это не надо Зачем нам получать чужое Тем более бесплатно? Если нам еще за денег заплатят Ну ладно, мы еще подумаем Что с этим делать Смотреть не свое Смотреть не свое Когда тебе бесплатно? Вот как помнишь Тоже этот старый анекдот За бесплатное дерьмо наелись Вот так вот мы и собственно говоря И живем Поэтому мне кажется Что тут надо В условиях информационной войны А она есть Тут никто не отрицает Нам нужен свой Левитан Условно говоря К которому мы придем Вечером и утром Два раза в день Ну или три И послушаем все, что надо Вот у нас есть Коношенко Кому бы как он не нравился Это единственный Официальный голос Нашего государства По специальной военной операции Который говорит факты Все остальные Говорят свои интерпретации Но ведь у нас вот на Левитана Претендует, например На место Левитана Соловьев Нет Он скорее на место Аввакумова Претендует А не на место Левитана Он СМЕРШ хочет делать Владимир Удольфий Желый такой мужик Мы с ним знакомы Прекрасный человек Очень темпераментный Очень умный Но он никогда в жизни Не претендует на место Левитана Ни в коем случае Он претендует скорее На место Аввакумова Он хочет наводить порядок И правильно делает Потому что у нас Огромное количество дебилов Вокруг Которые делают так Чтобы нам было хуже А он хочет сделать так Чтобы нам было лучше Господи Какая знакомая интонация Дебилов Малолетних дебилов Да-да-да Дмитрий Юрьевич Воздействие Дмитрия Юрьевича На всех на нас Оно неискоренимо Но Вот тут Добрые люди Замечают такую штуку Что вот Соловьев Утром что-нибудь сказал А вечером Оно уже в официальной повестке То есть Я так понимаю Что Владимир Рудольфович Есть какие-то Свои тайные ходы По которым К нему приходит информация А то и указивки Которые он получает Однозначно Ну смотри Во-первых Мы все Кто работает Абсолютно все Кто работает в госмедиа Мы говорим Уже много лет Ну сколько Два О том Что дайте нам Пожалуйста Единый Штаб Информационный Если это информационная война Должен быть информационный штаб Должен быть информационный Главнокомандующий У нас есть Главнокомандующий Военный Это Владимир Владимирович Путин Он же в общем-то Задает тренды И в информационной Нашей повестке В информационной войне Ну сделайте вы под ним Штаб информационный Куда будут входить Люди Которые будут Строго формулировать Те рамки За которые мы не имеем Права выходить И те фарватеры По которым мы обязаны Двигаться Это будет очень полезно Для государственных СМИ А так получается Говорим Раз уж пошли Про Владимира Рудольфовича Бывает как Он с утра сказал Вечером в повестке А бывает и по-другому Он с утра сказал А вечером опроверг Сам Потому что Не срослось Ну за день повестки изменилось Понятное дело Такое тоже бывает Мы Имеем право Высказывать свое мнение Мы живем в свободной стране В отличие от США Где Такера Карлсона Пинками Нахрен выгоняют Когда он начинает Говорить свое мнение Но тем не менее Мы должны быть В каких-то определенных рамках И самое главное Что мы все между собой Ну ладно Мы можем там созвониться Поговорить друг с другом Многие из них бывают Например у меня в эфире Вот как в воскресные Субботние эфиры Мы все как-то Можем выговориться А на следующей неделе Опираясь на то Что мы в воскресенье Выговорились Там у меня Кузичев Тигран Киосаян Тимур Сиразиев Да Все кто делает повестку А на следующей неделе Мы опираясь на то Что мы там переговорили Уже делаем в своих программах Там что-то Вот Другой разговор Что не всегда получается Всем вместе Поэтому бывает Как говорится Кто влез Кто вылез И вот это вот Не очень хорошо Для наших зрителей Потому что бывает Что Вася Пупкин Гражданин Российской Федерации Смотрит шоу Соловьева Потом смотрит шоу Кузичева Потом смотрит шоу Татаренкова С Плидовым Потом смотрит там еще что-то И у него в итоге Когнитивный диссонанс Лебедь раком щуку Понимаешь И никак ничего не получается И вроде все хорошие люди Да И вроде все все говорят От души А что же так получается Да По-разному Да Понимаешь А ведь вот Лежит все в ковидной Вот этой вот теме То есть у нас тема какая Мы биполярные Мы жестко биполярные Россия зависла между Западом и Востоком Как говорил Бердяев И ничего ты с этим не сделаешь Нам надо давать скидку На то что мы биполярные Нам нельзя давать Никакого зерна раздора Ни в коем случае Потому что мы сразу начинаем Сраться друг с другом Сразу же в ту же секунду И этот срач Не остановить ничем Поэтому нам надо Очень четко к этому Вот помнишь ковидную систему Да Прививочники Антипрививочник Откуда это пошло Если бы изначально Вышел бы Не будем называть фамилии Кто-нибудь И сказал бы Ребят болезнь страшная Прививаем всех И все Не было бы ничего А когда было сказано Болезнь страшная Прививаться конечно надо Мы тут все привились Но в принципе Выбирать вам Это можно просто Вот извините Дрожжи В деревенский туалет Брошенный Тут же Они вызывают фонтан Дерьма Тут же вылезают люди И говорят Ах так да То есть вот так То есть вот Не обязательно Можно не прививаться Можно не прививаться И понеслась Ну так слушай Но ведь За это дело Боролись С какого бишь там С 85 года Это ведь Та самая Дерьмократия Это целый плюрализм Конечно Сами же за это Боролись Конечно Что ж мы теперь На это ругаемся Мы не ругаемся Мы просто понимаем Что в 85 году По большому Гамбургскому счету Нас никто не спрашивал А в 91 году Когда нас спросили Мы ответили Что мы этого Ничего не хотим А нас вежливо Послали туда По адресу И сказали Будет так Как мы сказали Вернее ничего не сказали Просто молча Развалили Советский Союз Да Молча развалили Советский Союз Вопреки Нашему желанию Ну и дальше Вот это вот Все понеслось И тогда Не было Специальной военной операции Она должна была быть тогда Она должна была быть В Таджикистане Она должна была быть На Украине Именно в то время Но Наши западные Нетрадиционные партнеры Они всячески Приложили руку К тому Чтобы оттянуть Эту гражданскую войну На сейчас Когда уже будет Другое поколение Сейчас воюют Грубо говоря Наши дети А должны были бы Воевать мы И мы знали за что А наши дети уже нет Так мы по факту И воевали Ведь первая чеченская Это наше поколение Первая чеченская Это Маленькая Одна Наверное Тысячная Процента От той войны Которая должна была быть тогда Потому что Сейчас Вот мы видим Украину Она уже Жестче чеченской Уже В чеченской войне Если мне не изменяет память В двух войнах Было убито 370 тысяч чеченцев Если мне не изменяет память Где-то цифра Вот к тому не ошибусь Сейчас Если мы посмотрим Американские утечки Хохлов Уже лежит там Больше Понимаешь Ну и наших Там тоже лежит Сколько-то Один к семи Вот говорят Американцы Нет Ну с другой стороны Ты вспомни Чем была Отечественная армия В пору Первой чеченской Это же был Пардон тебя Триндец Это было воровство На всех уровнях Это было предательство На всех уровнях Когда наших Тупо продавали Чеченам Ну разное там было Знаешь Нельзя все так Мазать одной краской Потому что у меня Есть друзья Которые командовали Спецназом ВДВ В то время Мой близкий Очень друг Полковник ВДВ Который сейчас Кстати Очень активно Принимает участие В специальной Военной операции Да И воевали там Отменно И ребята Были правильные И все было хорошо И ну как хорошо Настолько Насколько могло Тогда быть хорошо Когда развалилась Огромная империя На куски И когда Часть кстати Той армии Которая должна была Воевать на нашей стороне Была на той стороне Да Полковник Джохар Дудаев Как мы помним Вот И прочие всякие Разные товарищи Которые воевали против нас И воевали они На нашей технике И воевали они На наших боеприпасах Горючих смажечных материалах И на всем на этом Поэтому смотри В чем суть Вот мы У меня весь рот мой Они все военные Военно-морские офицеры И я знаю Каких усилий Стоило в 90-е годы Сохранить флот Не знаю про армию Ну догадываюсь Про флот Могу сказать четко Это были неимоверные усилия Знаю С уровня адмиралов И сумели Сумели Своими Грубо говоря Шкурами Прикрыть Флот От Американских Консультантов Которые здесь Сплошь и рядом были Буран И космос Не смогли Авиацию гражданскую Не смогли Много что не смогли А вот Наш военпром И наш Наш флот И авиацию военную Отчасти Сумели И вот сейчас Мы имеем Сверхсовременные Ракеты Сейчас мы Имеем Сверхсовременные Флотские Наши системы Военно-морские Как береговые Так и те Которые У нас Находятся Над водой Под водой И слава богу Это все работает Мы вдруг внезапно Узнали Что у нас Сарматы полетели Вдруг у нас Посейдоны Куда-то поехали Мой дядя Лично делал Эту разработку Соответственно Я тоже Представляю Как это все Каким-каким Трудом Это все Давалось И как За это За все Не платили Какие Они Вот был момент Я помню Он приходит А у него Это 90 какой-то год А у него мешок Пятирублевых монет Это ему дали Зарплату Капитану первого ранга Человеку Который инженер От бога Разработчик Вот этих вот Всех систем Просто мешок Пятирублевых монет И жили Таким вот образом И не уходили С флота Понимаешь И вот тогда Эта гражданская война Еще раз повторюсь Она была бы Очень опасна Для США Потому что Мы были мотивированы И мы знали За что Мы помнили Советский Союз Мы в нем родились Мы были пионерами Мы были комсомольцами Мы знали За что Мы будем рвать им Все что можно А сейчас наши дети Не ну Кто как Да Но кто-то В верхнем Ларсе Кто-то говорит Я буду работать Здесь из Армении Из Кипра Я программист Я буду приносить Пользу государству Но в армию Не пойду Например В мобилизацию Буду работать На государство Вот сейчас Для нашего Для Мишустина Для Мантурова Какая дилемма Что делать С теми талантливыми Ребятами Которые не хотят В армию Но хотят работать На государство Вот они уехали За границу С другой стороны Смотри на это Посмотри на это Под другим углом Вот сидит программист Работает на военпром Сидит где-нибудь Там он в Ереване Вечером к нему Подходят два Красивых джентльмена Либо дают ему Мешок денег Либо по голове Отвозят его Куда-нибудь Пичкают его Наркотой И все из него Вынимают Все что он делает На военпром На наш И мы ничего С этим поделать Не можем И вот сидит Мантуров И думает И как мне быть Мне с одной стороны Этот дятел нужен Который сидит там В Ереване А с другой стороны Очень ссыкотно Потому что Если не дай бог Что-то случится Утечет То их хакеры Они не хуже наших Они умеют Точно так же Договариваться С компьютерными системами Особенно С теми Которые они сами Сделали Эти компьютерные системы Ну да Ну вот так Так Давай вернемся Все-таки К информационной войне От войны Реальной К войне Шердингера Как ее нынче Принято называть Которая то ли есть То ли нету То ли есть когнитивные Боевые действия То ли их не существует Вообще Что такое Информационная война Смотри Тут все просто Как говорит Дмитрий Юрьевич Пучков Информационная война Конечно есть Но мы на нее Не пришли И ты знаешь Мне это выражение Оно нравится Оно несет в себе Как позитивную Коннотацию Так и негативную Опять же Наш дуализм Классический Мы не ввязались В ту сечу В которую Они Нас Втягивали Всячески Пока Мы Изобретали Посейдоны И сарматы Они Изобретали Свой гиперзвук И этот гиперзвук Называется Фейсбук Запрещенный в России Признан экстремистским Инстаграм И там Воздействие на людей Очень серьезно Вот ты говоришь Когнитивная война Смотри Рассказывайте на пальцах Что было у меня 20 Какого-то Ну наверное 6-7 февраля Прошлого года Значит Блогеры Миллионники В инстаграме Ну я думаю Несколько раз Не надо повторять Что он признан Экстремистским Одного раза достаточно Ну и по умолчанию Блогеры Значит Миллионники Получают все В один день Ну там В три дня Получают письма В которых Им за пост В инстаграме С повесткой Которую Пропихивают Хохлы Платят Несколько миллионов Рублей За один пост Ну там К просмотру Не к просмотрам А к подписчикам Было привязано То есть человек У которого Не знаю Там 3 миллиона Подписчиков В инстаграме Получал на условные 10 миллионов рублей За каждый пост 5 постов Сделал Ты можешь уехать Куда угодно И жить Какое-то время Достаточно безбедно А там тебе Еще какую-нибудь Работенку подкинут Это был старт Когнитивной войны И активный Пассивная велась Давно С 91 года Нам промывали мозги Да и раньше Раньше Давай Ну даже С 80-х Да Я всегда привожу пример Мы с тобой Ходили В видеопрокаты И все очень хотели Быть такими Как Рэмбо Красивый Молодой С вот таким Ножиком Да вот с таким ножиком И из лука стреляет И что только не делает Потом когда мы задумываемся Мы понимаем А что делал Рэмбо А Рэмбо русских убивал Он всю вторую серию Рэмбо 2 Убивал русских Делал это с особым цинизмом В огромном количестве В Вьетнаме Мочил нас А мы Восхищались им С восторгом Все это кушали Первая часть Марлезонского балета Вторая часть Марлезонского балета В 86-м году Когда у нас компьютеры Более-менее в НИИ Начали появляться IBM совместимые Там где-то году Наверное в 88-м У нас появилась игра F-19 Ну летаешь На самолете Несуществующем Кстати Который американцы Так и не смогли сделать Хотя деньги потратили Очень интересная тоже история Вот И вот ты на нем летаешь И бомбишь Что? Калининградскую область Кольский полуостров И выполняешь задания По уничтожению Российских Советских Тогда еще Военных баз Мостов Радиолокационных станций И так далее Тому подобное И русские дети Которые дорвались До компьютеров Которые глаза не видели С особым цинизмом Просто сутками Напролет уничтожали Русскую армию Но ты еще Редалерт вспомни Редалерт был позже Но тоже хорошо Но там можно было За советских людей Воевать в Редалерте Что я собственно говоря Всегда и делал Летал на дирижаблях И бомбил всякую мразь Но там можно было За советских людей А здесь нет Ты мог воевать Только за американцев Только против России Или против стран Варшавского договора Понимаешь? И это все Откладывало на подкорки Ты вроде бы понимаешь Но ты ничего не понимаешь Ты привыкаешь к тому Что ты должен Что красная армия Это враг Что русский солдат Это враг Что русский самолет Надо сбить Понимаешь? И вот это все И есть старт Когнитивной войны А дальше Пропускаем Как в этом Человека-бульвара Скапуцитов Джонни Сделай монтаж Монтаж Да Делаем монтаж И приходим В нынешнее время А в нынешнем времени У нас что? Ты привык Слушать Васю Пупкина-Залубкина Который в инстаграме Тебе рассказывает Какие-то истории И ты понимаешь Что он офигенный педиатр И ты всех своих детей Лечишь там По его методикам Ты приходишь К врачам И ссылаешься на него Потому что он доктор Медицинских наук Педиатр И вот 26-го 7-го февраля 22-го года Вдруг он пишет Ребят Это конечно Все здорово Но Начавшаяся Специальная Военная операция Скажется на здоровье Вашего ребенка В связи с тем Что сейчас У меня пришла информация Что вам перекроют Такие-то препараты Такие-то технологии И вы все Которые у меня Тут лечитесь Со своим Каким-нибудь Условным СМА Ну неважно Но с СМА Там по-другому лечится Но с тем-нибудь таким Тут же потеряете надежду Пишет он между строк Как бы И дальше продолжает Лечить детей От всего От этого Продолжает Это и есть Когнитивная война Когда ты настроенный На то Что человек несет Исключительно позитив Лечит твоих детей А это самое святое Для русского человека Он тебе всирает Так слегка Такой хоба И ты так хоп Это на подкорке На подсознании прописываешь О враги Сейчас моему ребенку Будет хуже А он каждый день Тебе чуть-чуть Подбрасывает Дровишек Это называется Манипуляция Сознанием Конкретной группы людей И при этом Вроде как Хороший человек Он прекрасный человек Он прекрасный человек Помнишь Этот вроде бы неплох Этот вроде бы хорош И сам ты тоже Очень милый Добрый Честный человек Да Все Да Нет Но самое забавное Что Ладно ты это услышал Ты ведь потом Понес фигню в массы Конечно А дальше у нас есть Мамкины чатики Это просто адская Триппер Вообще Просто жесточайший Ты приходишь Вот сам Ныне запрещенный По-моему Да я не знаю Так черт Ты приходишь на Литл Ван У меня его нет Да Но я не знаю Что такое Литл Ван Это такой Мегамамский сайт Самое страшное Мы Есть такой Человек Тимофей Ви Замечательный Он борется с фейками Это его работа Профессия Мы с ним регулярно Устраиваем посиделки На эту тему В наших программах Так вот Мамкины чатики Со стопроцентным Стопроцентным Попаданием Разносят Любые фейки Абсолютно любые Вот был интересный фейк Сегодня вечером Значит приходит объявление Сегодня вечером Закрывайте окна Вечером будут летать вертолеты Над городом И разбрасывать вакцину От ковида Значит в обязательном порядке Закрой Я не шучу Да С вертолета Значит Эта новость Появилась в мамкиных чатиках В Москве В 4 часа вечера Там допустим Сегодня Это я тебе реальную историю Рассказываю А через неделю Ровно через неделю Эта новость Переведенная на португальский язык Ходила по Южной Америке То есть ты понимаешь Как совершившийся факт Что в Москве такое было Нет Как у них А у них тоже То есть да Ты понимаешь масштаб Эта новость прошла Семьдесят с чем-то стран То есть это была Жесть жестокая И зародилась эта новость Распространение этой новости Именно через мамкины чатики У нас То есть Вася сказал Пете Петя сказал Мария Ивановна Мария Ивановна написала В мамкин чатик И дальше Понеслась по кочкам Переводить на разный язык А в конце Самое смешное Она переродилась Эта новость В такую Закрывайте окна И балконы И сегодня ночью Будут летать вертолеты И распылять ковид В обратную сторону Понимаешь Это прошло где-то Через два месяца И опять она обошла Весь мир То есть Ты думаешь Что это все-таки Сарафан То есть Это не 70 разных Методичек Нет Это именно сарафан Это было доказано Цепочку Тимофей выловил И он на своих лекциях Мы в Луганск ездили Как раз Я читал А он после меня И я у него остался Волосы дыбом Встают на всех местах Он тебе прямо на экране Показывает Со скриншотами Где Куда пошло Откуда вышло Ну то есть Он всю эту сквозную цепочку Просчитал Понимаешь Вот сила мамкиных чатиков Слушай, ну тогда у меня резонный вопрос Собственно Квей протест Кому Надо-то Кому надо Тот знает Мы этого не узнаем никогда Ну смотри Там есть такое место Лэнглин называется Местечко в Штатах такое Там сидят 10 негритят И у этих 10 негритят Есть определенные задачи Как сделать так Чтобы русские Плохо себя чувствовали Вот И они значит Под эти задачи А под ними Работают два десятка Think tank Это я не знаю Если не знают Наши слушатели Это аналитические агентства Типа Рант Есть такое Ну можете загуглить Там заиндексить Как угодно Да Агентство Рант Они За бешеные деньги То есть Их полностью освобождают От налогов Они их вообще не платят В США И вот на эти деньги И живут На эти 2% И живут Это бешеные бабки И вот соответственно Они занимаются Единственной вещью Они анализируют Как сделать так Чтобы врагам было плохо И что будут делать враги Когда им будет плохо Соответственно В том числе Они анализируют Информационное пространство И нас с тобой Они все отлично знают И они знают Что Сергей Кормильцин Придет и будет делать Такие-то вещи А чтобы он сделал Их каким-то определенным образом Ему нужно подбросить Например Вот это Я сейчас тоже не шучу Я тебе серьезно говорю И тебе подбрасывают Какое-нибудь видео Они знают На что воздействовать У тебя И тебе откуда-то Приходит Через 10 твоих друзей Какое-то видео Которое ты постишь К себе в Телеграм-канал Со своим комментарием Но это будет именно Тот комментарий Который нужен им Помнишь фильм Про электроника Да? Конечно Ты выяснил Где у него кнопка? Да Ури Где у него кнопка? Да Так Ну хорошо Ладно Про то Как все это страшно Мы с тобой поговорили Давай теперь подумаем А что со всей этой заразой делать? Я бы не сказал Что оно страшно Ну как не страшно? Нет Сережа Я бы не сказал Что оно страшно Ну смотри Вот перед Первой мировой войной Самая большая дискуссия была О том Что Первая мировая война Невозможна В связи с тем Что есть оружие массового поражения Под названием пулемет И Люди реально На полном серьезе Обсуждали Что не переживайте Не будет никакой мировой войны Потому что пулемет Всех убьет И это невозможно Мы не можем Ввязаться в войну Потому что пулемет Убьет всех А такое распространение пулеметов Как в то время Оно вообще всех Всех убьет Но тем не менее Первая мировая война Случилась И все поняли Что пулемет Не так страшен Как его молюют Соответственно и здесь Ничего страшного нет Это инструмент Всех сразу не убьет Ну то есть Не зашибет Останутся здравые люди Наша задача Доносить до людей Необходимость Включения критического мышления В тех Всех или иных ситуациях Вот мы этим собственно говоря И занимаемся И покуда у нас нет Единой государственной политики Вот это страшно Не то что нам там В голову гадят Это ерунда Все Мы миллион лет Это переживали И голоса Америки Были у нас И BBC И все что можно А там через джаз заходили Да нет у вас джаза Вот пожалуйста Уилла Скановер На голосе Америки Тебе каждый вечер джаз А как только А в промежуточках Сразу тебе хоба И информацию От Солженицына Какую нибудь Упакованную Красивую Вот на идеальном Русском языке Кстати Вот так и здесь Но мы с этим справились И с этим В общем то справимся Политика нужна Единая Государственная Ну что была Единая государственная политика В отношении информации Но она политическая воля Куда случаться то Кого за фалды дергать Дяденька Давай штаб организуем Слушай Воля Она есть У нас есть умные люди В стране Это как с дронами Знаешь Вот мы охаем сейчас Да Дронов Нет Да хрен Кто знал Что эти дроны понадобятся Я всегда с этими разговариваю Умниками Я же с ними со всеми знаком Я говорю Ну скажи мне Вот покажи мне свой пост Не знаю там Двухлетний Да какой восьмого Двадцатого Где ты бы мне написал Что армии нужны Тысячи дронов Где Вы сука Все задним числом Задним умом умные Мы все задним умом умные Да мы Ретроспективный анализ Это самый точный анализ Какой есть у нас Единственный Что самое смешное Мы диванные войска Группа медленного реагирования Даже не про это Я тебе могу сказать Что там есть не диванные войска А реальные генералы Которые воевали в Сирии Которые прошли сирийскую кампанию Которые воевали Не будем называть слух В других странах параллельно Про которые мы не сильно распространяемся Нигде Там не нужны были эти дроны Ну то есть Они единично использовались И все А тут вдруг изменилось Я тебе больше скажу Хрен с ними с дронами Как мне сказал По-моему Баранец Наш Известный Товарищ Военный Кстати Очень известный Он говорит Это первая Серьезная артиллерийская война В истории человечества Где основная Основная тема Это артиллерия Никто из специалистов Не мог этого предсказать Ну как Это еще в Первую мировую было понятно Нет Это черт В 1871 году Когда немцы Францию нагибали Уже было понятно Пехота Тогда была пехота Во Второй мировой Были танки Ключевую роль сыграли танки А сейчас Нет Сейчас танки Вот мне ребята с фронта Я туда приезжаю Они говорят Мы танки используем как артиллерию Мы его закопали по самую пушку И херачим Все И двигаться ему особо никуда не надо Просто стрелять То есть танковые клинии Больше не рулят Их нет Их нет сейчас по факту Я не военный эксперт Еще раз подчеркну Я могу передавать то Что мне ребята рассказывают Но их нет То есть сейчас как Вылетает дрон Снимает местность Находит врага Дает координаты с GPS Раньше GPS не было Это очень сильно поменяло У нас с Глонаса выдает Сам подход Да И он тебе точно по координатам Из любого ведра стреляет Понимаешь Из любого Потому что там много ума не надо Ты на карте точку направил Триангуляцию эту посчитал Пресловутую И туда и шарнул Все Ну со второго раза Не с первого попал Все Понимаешь Вот тебе изменилась война А кто это мог предсказать Три года назад Никто Ну да Нет Ну смотри Но то что Будет война информационная Было понятно Что она будет То что она идет Было понятно давным-давно Потому что Тот же самый твой Тезис Насчет компьютерных игр И кино Его по-моему Еще Владимир Вольфович Загибал Ну очень давно Чуть не десяток лет Конечно Мы это понимали Ну так А где Штаб-то А потом Ты знаешь Вот анекдот старый Про мафию Да Когда Ворона Очень хотела попасть в мафию Она приходит К своим старшим товарищам Говорит Возьмите меня в мафию Тебе говорят Да нет никакой мафии Ворона такая Собакин Не хотят меня принимать Пошла значит К другой группе Помладше Которая Возьмите меня в мафию Те говорят Да нет никакой мафии Понятно Не хотят брать В третью группу приходят Там Ребят Возьмите Ну последняя надежда Возьмите меня в мафию Да нет никакой мафии Расстроилась Идет к ней Другие вороны подходят Ну что взяли тебя в мафию Да нет никакой мафии И тут вороны поняли Что ее приняли Вот соответственно И здесь Понимаешь Когда тебе говорят Вот здесь тебе Взрывают мозг Да там Рэмбо Рокки Там еще что-то Какая-то шляпа И компьютерные игры А вокруг тебя говорят Да нет Это теория заговора Да блин Ты придумал Это теория заговора Ты сумасшедший Что ты параноик Говорят они Жириновскому Да он сумасшедший Да смотри Какой он чушь несет Да И вот когда уже все Понимаете Вы понимаете Что он Я думаю Сам поверил В то что он чушь несет Раньше Рано или поздно А потом прошло 30 лет И мы понимаем Что ой Нет пророка В своем отечестве Да Вольфу еще надо было Умереть И стать пророком Конечно Удивительный эффект Ну не только Вольф Только ленивый Его не цитирует Да У нас таких много было Мы уже могли бы И привыкнуть Но с другой стороны Пока он жив Кого выбрать Вот Лимонов Вот тебе Жириновский Вот тебе там еще Не знаю Несколько десятков Таких же людей Тут же у тебя Сахаров Тут же у тебя Солженицын И все претендуют На роль пророка Кто из них реальный пророк Фиг его знает А потом когда прошло 50 Ну там 30 лет Вот же он Но уже когда сбываться начало Понимаешь Тогда ты понимаешь А заранее так хрен поймешь А может у Сахарова сбудется Не сбылось Так И все-таки, вот кого дергать за фалты, чтобы появился информационный штаб? Сам себя дергаешь и начинаешь строить снизу. Как говорил Владимир Ильич Ленин, революцию будем делать снизу. Вот так и здесь. Будем делать снизу революцию. Мы сами должны следить в первую очередь за четкостью изложения информации. Второе. Мы должны четко следить за тем, чтобы людей не баламутить, а успокаивать. Это очень важно. Наша основная задача людей успокаивать сейчас и объяснять им, что все идет по плану. Третье. Мы должны четко убеждать людей в том, что Красная Армия всех сильней. И если какая-либо мразота говорит о том, что наша армия плохая, наша армия тут не хватает, то сразу мы понимаем, что это враг. Вот прям сразу. Потому что такие вещи на уровне интернетов не решаются. Такие вещи решаются в кабинетах. И когда мне кто-нибудь говорит, что... Ну вот я понимаю про Пригожина, например. Про правильного Пригожина, который воюет. Который Евгений, а не Иосиф. Я про него понимаю. Когда начинается срач, мне не везут боеприпасы, понятно, что сейчас будет наступление. Ну потому что они вводят в заблуждение оппонирующую сторону врагов наших этих свиней. И, конечно, срутся просто до кровавых соплей. Дайте боеприпасы. Не дадим боеприпасы. Дайте боеприпасы. Бам, город взяли. Откуда-то боеприпасы. Он такой, о, подвезли. Спасибо большое. А их никто и не подвозил. Они там как были, так и есть. Все нормально. Тут все понятно. И тут как раз они заинтересованы в том, чтобы сделать так, чтобы мы в интернетах начали этот срач активно обсуждать. Разгонять. Разгонять. Да, там и так далее. Чтобы хохлы уверовали. Потому что на самом деле война это искусство обмана. В первую очередь. Как ты не крути? Тут по-другому не бывает. А вот когда какой-нибудь там условный военкор начинает говорить, вот мы все просрали 10 лет назад, могли бы сделать там, не знаю, производство дронов, тролля 3 рубля, наша армия слабее, потому что у тех есть, а у нас нет. Вот это вот мразь и враг. Потому что он только что был в Кремле, только что получал награду, имеет доступ ко всем телам, какие только есть, но предпочитает в своем телеграм-канале писать вот это вот. Вместо того, чтобы позвонить напрямую человеку, который за это отвечает, а он, подчеркиваю, может это сделать, но он этого не делает. Он пишет в телеграм-канале. Но зато у них у всех по миллиону подписчиков. И нормально все себя чувствуют, потому что любой срач привлекает народ. Все. А для них небольшой гешефт. Вот. Ну, хорошо. Ну, вот смотри. Вот мы запустили проект газеты о России. Да, под заголовком портал хороших новостей. Ну, вот наша редакция всеми, как говорится, наличными силами, а их немало, заливает в сеть какую-то конструктивную повестку. Мы все-таки стараемся формировать именно конструктивную повестку, позитивную. Но, смотри, мы одни. И вот мы всеми наличствующими у нас силами всей редакции заливаем в сеть какое-то количество позитивной повестки, формируем конструктивную картину мира. Но мы-то одни. А помимо нас, хреномульон, извините, пожалуйста, негативных сайтов, которые льют информацию о том, что в России все плохо, мы проиграли. Но не проиграли сейчас, так проиграем завтра. Что с ними делать? Что с ними делать? Ничего. Это уже такая лютая толпа. Ничего не делать. Надо просто выявлять и рассказывать про это. То я делаю что? У меня там, у меня немного подписчиков, там, в районе, ну, совокупно 150 тысяч где-то подписчиков, да, в Телеграме имеется в виду. Так-то зрителей поболее того у меня. Несколько миллионов. И что я делаю? Я каждый день на примерах своим подписчикам показываю, кто конкретно где косячит против них. То есть, кто вводит их в заблуждение, кто вызывает манипулятивные, в смысле, использует манипулятивные инструменты. И как это на них воздействует на длинные дистанции. У меня, знаешь, как Гоблин говорит? Вот он говорит, я выхожу и рассказываю про фильм «Зоя». У меня два миллиона подписчиков. Из них миллион точно не пойдет смотреть «Зою». Теперь посчитайте, какой я ущерб нанес создателям фильма. Это гениально. И я исхожу из этого же. Если я расскажу своим, там, на радио у себя, в Телеграм-каналах, там, про то, что вот этот человек конкретно мог быть, сделать так, а сделал так. Он манипулирует, он нарабатывает себе базу, там, делает какие-то вещи. То есть, люди от него отпишутся. Ну, или просто перестанут ему доверять, что еще и хуже они останутся его подписчиками. Но будут скидать. А доверять уже не будут. Да, они будут распространять его информацию со своей коннотацией определенной. То есть, будут писать, смотрите, что эта мразь в очередной раз написала. И это уже будет совершенно другой разговор. И вот именно это и есть та самая борьба. Либо, второй вариант, мы должны закрывать интернет к чертовой матери. Но тут мы тоже не умеем. Потому что, например, вот у меня не социальная сеть, мой Телеграм-канал второй, его сейчас не видят в семи странах. То есть, раньше видели везде. Потом его закрыли в одной, в другой. Я смотрю, у меня там было 150 тысяч, потом стало что-то 130, потом сейчас там 70 с чем-то. Куда же все собаки подевались? А потом мне звонит мой двоюродный брат из Германии и говорит, слушка, а что я теперь захожу на твой канал? А там написано, что на данной территории этот канал не отображается. Потому что они умеют работать с Павлом Дуровым. А мы, в общем-то, тоже умеем, но по-другому. То есть, мы их каналы не закрываем, мы по-другому с ним работаем. Не буду рассказывать как. Но, вот такие вот вещи тоже делать надо. Ютуб, почему он работает до сих пор? Вот вопрос на засыпку. Альтернативы нет. Какого хрена он работает до сих пор? Потому что Рутуб сделали дерьмово. Вот у меня, я если в Ютуб захожу, у меня за каждым роликом идет какой-нибудь Навальный. Я не подписан на него, я не смотрел ни одного его ролика за всю жизнь. Но у меня постоянно идет прицепом Навальный. Почему до сих пор Ютуб работает в России? Так альтернативы нету. Как нету? Есть. Какая? Рутуб. Так он дерьмовый. Так и Ютуб дерьмовый. Подожди, что значит дерьмовый? Когда тебе Навального пихают, это прекрасно? Он неудобный в плане интерфейса, он не юзабельный. Да и хрен с ним. Как только закроют Ютуб, он тут же станет юзабельным, потому что не с чем будет сравнивать. Пройдет два месяца, и все будут просто адски орать от прекрасности Рутуба. Потому что Ютуба не будет. Понимаешь? Вот. А VPN у нас используют каждый 20-й. Ну, финалочка. Скажи мне, шанс победить в информационной войне у нас есть? Да мы уже победили в ней. Так может, на нее не пришли? Давай так, я закончу хорошим анекдотом. Париж. 12 часов дня. Жара. Стоят два русских танка. На них сидят два русских танкиста. Смотрят. И один другому говорит, знаешь, херня какая. Говорит, что случилось? В информационной войне проиграли. Жаль. Вот на этом я хотел бы и закончить. Спасибо. Отлично. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok